Всем добра, с вами Тори, или же, правильнее бы сказать, аня! Я думала, стоит начать это видео с небольшой предыстории. Как же оно мною задумывалось, и откуда оно вообще взялось, потому что оно не случайно. Как-то я бродила по форумам, посвященным корейской культуре, и наткнулась-то на огромное количество вопросов, связанных с тем, как же стать айдолом! Нет, я сейчас не кривлялась, просто это выглядит действительно как-то так. Кей-поп захватывает мир. В общем-то да, приехать в Корею, пройти прослушивание в агентстве и стать айдолом! Что может быть легче? Но всё не так, как вам кажется. Первое, что стоит усвоить человеку, который так сильно желает стать айдолом, это то, что жизнь айдола это не радость, счастье и поняшке, а тяжёлый труд 24 часа 7 дней в неделю без отдыха. Я думаю, что после этого пункта многим лучше сразу отбросить желание пойти по стопам в Сунья Севе или же Эксо. Если же первый пункт вас ещё не переубедил, то начинайте тренироваться прямо сейчас! Хотя бы пресс покачайте. Пока идёт это видео, вы вполне можете сделать несколько подходов. Потому как, если вы всё-таки пройдёте прослушивание в агентстве, и вас возьмут стажёры, то вас ждут тяжёлые тренировки. Ну, ещё диеты и репетиции. Готовьтесь к этому. Ну и стоит упомянуть ещё то, что спать вы будете от силы 2-4 часа периодически. Так что, если уж вас так прилищает жизнь айдола, то советую подготовиться к тому, что вам придётся лазить по горам и проводить очень много времени на тренажёрах. У айдолов идеальное тело! И они его получили не из воздуха. Они много тренировались. Про операцию я молчу. Третьим пунктом Отучитесь трескать вкусняшки. Лишние килограммы могут вам стоить карьеры айдола и того, что вы дебютируете. Четвёртое Научитесь петь, если вдруг вы не умеете, но тем не менее хотите стать айдолом. Пойте. Много пойте. Очень много пойте. Пятым пунктом Не забывайте о том, что танцы – это жизнь. Танцуйте всегда и везде, как только у вас выдаётся свободная минутка. Танец – это наши эмоции на все времена. А ещё они отлично помогают держать себя в форме. Шестым пунктом помните, что даже если вы дебютируете, то вас ждёт далеко не радостная и счастливая жизнь. И совсем уж не спокойная. Потому что вы в качестве айдола являетесь продуктом какого-либо агентства. И во время стажёрства оно вкладывало в вас огромные деньги. И теперь пришло время их отрабатывать. Пункт 7 говорит о том, что необходимо забыть об отношениях. Будучи айдолом, забудьте надолго о том, что вам нужно с кем-то встречаться. Здесь даже можно упомянуть фразу одного директора. Ты хочешь завести отношения? А ты достаточно заработал, чтобы иметь эти самые отношения. Так что будучи айдолом, если у тебя в контракте прописан запрет на отношения, и ты вдруг решил начать с кем-то встречаться, то плати неустойку. И вот ты весь такой счастливый, прошедший путь от стажёра до самого настоящего айдола, участника популярной кей-поп-группы. Вдруг тебе что-то не нравится, и ты решаешь уйти. Плати неустойку агентству. Если тебе вдруг заблагорассудилось уйти раньше того времени, которое обговорено у тебя в контракте, либо работой. Жизнь айдола – это нечто прекрасное для очень терпеливых и целеустремлённых людей. В качестве девятого пункта стоит запомнить, что тебе придётся делать всё, что тебе скажут. А если не захочешь, то плати неустойку. Отличная система, не правда ли? И вот мы подошли к десятому пункту. Ты всё ещё хочешь стать айдолом? Но в таком случае внешность – это главное. И не верьте тем людям, которые говорят, что это не так. Потому что, если ты красивый, тебе открыты все дороги. А если нет, для тебя есть клиника пластической хирургии. Да, я думаю, ни для кого не секрет, что агентства очень часто заставляют айдолов делать пластические операции. Ну, например, поправить веко, немножечко подкорректировать нос, немножечко поправить скулы. А ещё вас ждёт огромное количество уроков. Ну и, конечно же, вас могут выгнать без предупреждения в любой момент, если агентству вдруг что-то не понравится. Ну, либо вы станете непрезентабельным. И не будете иметь какого-либо влияния в группе. Ну, а если же после всего этого ваше желание стать айдолом всё так же сильно, то вперёд покупать билеты в Корею и идти на прослушивание. Ну, а если же у вас нет возможности самим поехать в Корею, то вы можете попытаться дождаться очередного SM Audition, да, который проходит в России и в Казахстане, таковое уже было в 2015 году. И, возможно, после участия в следующем SM Audition в одной из названных мной стран именно ты сможешь стать новым айдолом. Смотрите свои мечты и очень много над собой работайте. И тогда у вас всё обязательно получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok